Нет настроения? Съешь шоколадку. Не помогает? Съешь две. Мастер по производству шоколадных изделий Шолпан Куспаева уверена, двойная порция эндорфинов точно не оставит следа от депрессии. Сегодня моя коллега Алмагуджи Писова побывала в рабочем суху у кондитера и даже сама поучаствовала в процессе. Вашему вниманию пятничный сюжет из шоколадного бутика, который планируют расширить и автоматизировать за счет господдержки. Вкусняшек много не бывает. Разноцветные коробочки с таким же ярким шоколадом и карамельками, с орехами, фруктами, ягодами и другими сладостями не только порадуют глаз, но и дадут успокоение и чувство радости. Неудивительно, что настроение сразу же поднимается, когда заходишь в этот небольшой магазин-студию. Итак, житель Уральска Шолпан Куспаева 4 года назад, круто развернув колеса жизни с рельсов международных отношений и языковедения, основала сладкий бизнес. У нас родился в семье такой ребенок особенно, и поэтому нам пришлось стиль жизни что-ли поменять. У нас все поменялось. Так пришла к этому делу. Вначале все говорили, это не твое, зачем. Мы думаем, что когда ты это оставишь, ты должна наукой заниматься и все такое. Ну, серьезно, как-то не воспринимали. Но я не знаю, мне кажется, я дала второе дыхание, что ли, говорят, этим карамелькам, потому что раньше как? Карай-леденцы, они, значит, красные, желтые, такие кругляшки, сосульки и все. Я начала делать композиции, букеты. Начиналась с леденцов и карамелек. Сейчас в центре внимания шоколад. Со временем женщина приобрела аппарат для сушки фруктов и ягод, чтобы в сезон набирать побольше полезной витаминной начинки для шоколадных шедевров. Регулярно совершенствовала знания, причем не только в Казахстане, и поделилась с нами небольшими секретами. К примеру, любой шоколад перед формовкой и упаковкой нужно обязательно темперировать. Это процесс нагревания и охлаждения шоколада до нужных температур, благодаря чему масло какао затвердевает в определенной кристаллической структуре и сохраняет красивый товарный вид. Если белый шоколад, надо поднимать температуру до 42, если молочный, то до 42, до 45, если темный, значит, еще больше. Есть разные методы темперирования. Именно сейчас в жару я темперирую именно шоколад с помощью порошка какао-микрио, потому что кристаллизация, именно вот микрио, он хорошо помогает. В шоколаде ценится не только оригинальный вкус, но и красивый вид. Разработка и обкатка формы сладостей тоже творческий аспект работы шоколатье. Такое невероятное разнообразие видов, вкусов и форм шоколадной продукции на уютных прилавках получается благодаря бесконечной фантазии и творческой работе мастера. Можно сказать, что мы тоже прошли здесь небольшой курс обучения по производству шоколада и сейчас примем участие в выполнении очередного заказа, можно сказать, очень романтичного. Какой это заказ? Молодой человек для своей девушки любимый заказал сердечки шоколадкой с открытой начинкой. То есть начинку он попросил на мое усмотрение. То есть он знает, он у меня не первый раз берет и он всегда соглашается с моим выбором. Мы постараемся, чтобы этот заказ клиенту понравился. В маленькой студии работают с итальянским шоколадом, который поставляют через Россию и регионы страны. Процесс происходит вручную с гармоничной добавкой тепла, души и любви в каждую конфетку. В месяц в среднем 60 килограммов готовой продукции четверо кондитеров могут изготовить без проблем. Особенно активно люди приходят в праздники, ведь изящный и креативно оформленный шоколадный набор это оригинальный способ порадовать родных и друзей. Вот такие красивые сердечки у нас в шелпан получились для влюбленной парочки. Надеемся, что с каждым кусочком они получат не только удовольствие, но и пользу для организма.